Пой, гармоника, скука, скука, Гармонист пальцы льёт волной. Пей со мной, паршивая сука, пей со мной. Я из женщин тебя не первую, не мало вас, Но с такой вот, как ты, со стервою лишь первый раз. В охорот бы тебя на чучело впугать ворон, До печёнок меня замучило со всех сторон. Пой, гармоника, пой, моя счастья, пей, выдра, пей, Мне бы лучше вон ту, сисястую, она глупей. Это не хулиганство, это литература. Ну и вот, девок нет, скукота, Биология берёт своё. Я женился на той, которую любил. Вытащил её сюда, отсюда, с запада туда. Да, ещё, наверное, лет пять живо было это состояние. Состояние всей прощения, постоянной любви. Казалось, кажется, что лучше нет человека. Всё, что она делает, это самое лучшее, самое красивое. Она самая красивая, и все поступки её. А потом вдруг приходит состояние, когда начинаешь оценить критически. И эта критичность приводит под отталкиванию, отторжению. И появляется противоречие друг с другом. Он в светлом косичном, в таком фраерском, в рубашечке такой, весь из себя. Это ещё из моих запасов, она подчёркивает. Да, да, свои, свои запасы. Да, так подчеркни, что... Может, ещё и ботинки тебе было купить надо? Этот парень фраерок. Ничего подобного. Я сказала, что я никому ничего не покупаю. Собрался жениться? Это ты, невесте, должен всё купить. А ты ничего, между прочим, не покупал. Ты на чём сюда на дачу ехала? Пошли, значит... Я жил. Ходил в театры, кино. Какие-то зрелища, какие-то люди себе, значит, эти самые... Острота придумывают. Пытаются, значит, заполнить свою душу какими-то такими вещами, которые... Как они там называются? Галь. Как внутри, когда остроты хочется человеку? Только надо этот самый, адреналинчик. Адреналин, да? Да. Там этого адреналину было полно. Но передать словами и рассказать, что такое полёт, нет слов. Невозможно. Надо только побыть там и не просто один полёт. Может, и один полёт как-то впечатление создаст. А когда ты будешь работать, это будет хуже пьянки для алкоголиков. Как алкоголику давай бутылку, так и там лётчику ему нужен самолёт. Вот как ещё передать, я не знаю, трудно рассказать. Когда-то у меня ещё после полётов ещё оставались слова для того, чтобы обрисовать эту картину. А сейчас уже нет. Стихи забываются. Ведь все женщины одинаковые в отношении ниже пояса. Искать что-то новое не надо. Его там нет. А вот до пояса это называется вот так. Голова. А голова бывает разная. У одних больная, у других не больная. Вот она увидела, как... Я влюбилась на две минуты. А потом посмотрела, он такой же мужик и такие же грязные носки у него. И что? И у него разочарование. Давайте смотреть на жизнь. Она же естественна. Обязательно родился и обязательно умереть надо. А что будет, если ты на три года или на 30 лет раньше умрёшь? Ничего не будет. С человечеством ничего не станет. Поэтому ты и должен относиться к этому по-человечески терпеливо и спокойно и уверенно. Как солдат. Солдат, созревший солдат, это всегда человек, который готов. Ну, так сказать, сразу прямо на штуки лезть он не хочет. Но если погибнет, он не очень боится. Нормальный солдат. Конечно, плохо, что у нас алкогольные заводы работают. Лучше бы, чтобы они не работали. Нет, без них жизни нету. Потому что вот как показали, что водка – это ужасно. Самолёт и водка – это ужасно. А бабы – вон. Ну, а девушки – а девушки потом. Потом, да. Мне задали вопрос, я отвечаю. А это спирт у тебя? А что такой слабый, с ног не сшибает? Конечно. А ты же на костылях. А ты мне донесёшь? А костыля отбросишь и что-то дать. А ты мне донесёшь? Я абсолютно уверен, что ты мне дотянешь туда, заволокёшь туда и скажешь. Мне надо. Лишь же я в этом уверен. Мне надо. Когда уверен в жене, ты самый счастливый человек, Галя. Да, я не знаю. А любить? Я тебя люблю, я тебя не люблю. Да, это самое главное. Ты будешь такой? Я тебе разрешил, что ты хочешь купить? Кольцо? Автомобиль? Томолёт? Чего ты хочешь? Уже я ничего не хочу. Ты знаешь, что я не хочу. У меня уже всё есть. Это я знаю, что есть. Даже я у тебя есть. Такая гадость, которую никому бы не советовал иметь. Вот я вырастила, у меня лежит почти 850 килограммов. Кабачков. Ну и что? Ну, вот куда их отдать? Сейчас азербайджанцы приедут, заберут по дешёвке. Я их запашу, да и всё. Ну, там ты запашешь, да. Там много надо запахать. Просто от нечего делать. Посадили, и они выросли. Они выросли. А вот азербайджанцы, да. Она пришла в прошлый год, тоже вырастили кабачков. Две-три, может быть, это самое. Она пришла, взяла, набрала кабачков, пошла на рынок. Походила, походила, никто не берёт. Азики ходят. Пошла к Азику. Он говорит, за 300 рублей привози, всё заберём. А они по полторы тысячи продают. А они по полторы тысячи на прилавке. Да. Кто руководит завод этим рынком? Да. Кто руководит? Да, крыша руководит. И потому что мы плохие. Почему мы плохие? Почему он бензин ворует? Звоню на Клетский завод. Я говорю, детское питание там у них готовят на Клетском заводе. Я говорю, возьмите кабачок, тыкву возьмите. У меня очень хорошее, своя, выращенное всё. Она мне говорит, ну, 200 рублей килограмм привозите, если вы хотите. В Клецке должна за 140 километров привезти им. За 200 рублей. Я говорю, так я ж не куплю свои затраты даже на транспорт. Она, ну, а дороже мы не можем взять, у нас нет порядка, нет этого разрешения на закуп дороже. Я говорю, а сколько стоит ваше детское питание, которое стоит вот в такой баночке, 200 грамм? Я говорю, оно стоит 2800. Откуда вы взяли цену? Откуда вы взяли цену на 2800? Потому что вы заложили затраты неизвестно какие. Ну, что я хотела сказать? Самое главное об этом. Да, так я говорю, что наши предприятия не заинтересованы в том, чтобы взять и изготовить подешевле для этих детей. Не заинтересован никто. Там сидит директор, который только требует ему деньги. Больше ничего ему не надо. Ему продукция не нужна. Где же он их берет? Где он их берет деньги? Да. А 2800 баночка стоит. 2800. Кабачковой икры детского питания. Ему можно переработку, надо получить ее. Да, так он получит, сколько ему сказали выпустить. Остальное он налево все пустит. А где возьмет он тыкву? Да он находит тыкву, сельских жителей находит, скупает. Ну, по 200 рублей, когда человеку деревенскому некуда деться, вот рядом живет эта баба Валя, она вырастила картошку, ей некуда деться. Она приедет азербайджанцам, она им продаст ее подешевле. Все, чтобы ей вернули деньги. Потому что за год контора не работает. Вот ты же видел с огурцами. Огурцы в за год конторе, у Березовского за год конторе, 1600 рублей. А на базаре 8 тысяч огурцы соленые. От него яблоки привезла. Он сказал, ко мне пришли и сказали, по 100 рублей килограмм. Да, и он не сдал. Он сказал, пусть гниют. Пошли вы, я чтобы гнулся за 100 рублей. Да. Хотя он получает пенсию 220. Ну, это он у нас получает такую пенсию, потому что ему не учли там некоторые... Да нет, нет. Я имею в виду, что денег у него нет, он и за это все равно не хочет. Да, да. Азербайджанец придет и будет доставать. По 100 рублей будет собирать. Потому что они знают, что им надо туда еще отправить. Он здесь живет, и туда надо отправить. Это ответственность мужчины за семью. А как она только... Наступает эта ответственность, наши не думают об этом никто. У меня было дело столько, что хуже Троцкого. Все у тебя перепуталось. Нет, ничего нет. Все, социализм с коммунизмом. У меня ничего нет. И даже все равно быть на общинном строим. Нет. Динозавры вымерли, потому что торговля стала гадкая. Поэтому динозавры вымерли. Я сказала только одно. Да? Да. Что их обманывали в магазинах, не давали им жрать. Вот они и вымерли от голода. С тобой я ни о чем не думаю. Мне так жизнь коммунистическая наступила. Если по правде, Галя, коммунизм у меня. Понимаешь, ты когда ругаешь меня и орешь на меня, а мне все равно даже приятно. Как я прожил эти годы? Остаток лет я прожил в Ладе Галли. Она за мной ухаживает. Вот сейчас заболел, приболел очень жестко. Мне это не пугает, что там это все. Часто говорят, рак там. Это мне совсем не страшит. А главное в этом деле, суть, вот если отношение мужчины к женщинам, мужа и жены, близких людей позволяет им строить отношения, как их-то бывает, там, погрязываются чуть-чуть, поругаются. Ну, мне пока кажется, я думаю, что до смерти меня это не подведет. Это надежная девка попалась. Очень крепкая, очень достойная. И во всех бедах она вытащит, выволочит, вымоет. Еще поддаст для того, чтобы не забывался. И вот в таком взрослом состоянии. Правильно, Галля, правильно. На. И быстренько читай стихи. А я пойду кофе. Сок, да. Хороший. Хороший сок. Да если такую красивую женщину, ее надо беречь. Конечно. Надо охранять, бросаться с кулаками в драку. Любую можно охранять. Любую, кто какую выбрал. Ребята, я уже наохранялся так, что не знаю, что больше с тобой делать. Вот смотрите, встретились мы с Галей, мы же не влюбились там где-то и как-то. Понимаете, что дело? И поэтому сразу можно сделать брак по расчету, говорят, что он плохой. А если хороший расчет, то почему плохого? Люди, побыв вместе, привыкают к друг другу, учат друг у друга, прощать учатся друг другу, приживаются, притираются. Их полнеет устраивать совместное бытие. А чувство любви, вот то, которое было тогда, когда я влюбился, оно мешало. Знаете, как мешало? Я очень рад и счастлив от того, что мне удалось исполнить свою вечную мечту с детства. Я всегда мечтал стать летчиком. Мне всегда это интересовало. Так глубоко и непонятно. Какие-то там железки летают вверху, какие-то предметы летают манюсенькие, там высоко, когда летели. Снились сны всякие. Мой самолет, это самое великое богатство для моей жизни. И я рад, что я прожил такую жизнь с самолетами. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...